Теремок ТВ Ладно, только пообещай, что присмотришь за близнецами Зачем? Чтобы не было, как в прошлый раз Что-то не помню, чтобы в прошлый раз что-то было Конечно, не помнишь, не ты же следил за ними Хорошо, дорогая Сегодня буду смотреть за близнецами, не отрываясь Дети, выезжаем Прямо сейчас? Да, сегодня мы выезжаем заранее, чтобы не опаздывать, как всегда Быстрее, быстрее, уже пять часов, опоздаем Я забыла телефон Простите Давай туда и обратно, только быстро Пап, а мы уже опоздали? Еще успеваем, потому что я знаю один хитрый срез Взяла Он разряжается У кого-нибудь есть зарядка? Тут здесь нет 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 зарядки Тут зарядки нет Можно я сбегаю, пап? А тебе обязательно, дочка? Пап, мы едем в аквапарк Как вообще в аквапарке без смартфона? Ах, только быстро Пап, а мы уже опоздали? Я тебе уже отвечал? Не помню, мы запутались Взяла Мам, подключи, пожалуйста Да, подожди, переходник У кого-нибудь есть переходник? Переходник Мам, подключи, томчимся Соминуту Пап, а мы уже опоздали? Чичевикина 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 Эй Да Можно смотреть вечно 돌 Полчаса до закрытия аквапарка Полчаса и три процента зарядки. Вызов принят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осторожно! Е-е-е-ду-у-у-у! Круто! Пап, смотри! Сейчас вылетим! Ты! Мы все еще едем! Молодцы! Спасибо, что взял их на себя. Без проблем, дорогая. Мама, шарик. Шарик. Хорошо. Ну что ж, мы тогда к шарику. Давайте. Пап, смотри! Да, вода – это здорово. Парни, могу я с вами договориться, как мужчина с мужчинами? Да, конечно, пап. Короче, покатайтесь пока сами, а через 15 минут встречаемся у входа. По рукам? Да, конечно! А ты что будешь делать? Я должен проверить безопасность этих горок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, давай еще раз. Да, точно не получилось. Мы уже не успеем. Макс, там еще 2% зарядки. На все самое важное должно хватить. Я имел в виду, что аквапарк закрывается. Нам пора, а ты вон даже ни на одной горке не прокатилась. Ни о чем не жалею. Смотри, Макс и Лиса уходят. Нам что, тоже надо? Папа сказал, встречаемся через 15 минут. А ты засек время? Ммм, засек ли я время? Нет, а ты? А я, кажется... Нет, тоже не засек. Давай засечем сейчас и пойдем еще кататься. Но горки уже закрывают. Неправда. Вот же цепь. Это украшение. А-а-а. Красиво. Алиночка, пора домой. Отличненько. Я успел все, что хотел. А где Бори и Рома? А, они... Ты про них забыл. Нет, мы договорились встретиться здесь. И ты их отпустил? Мы договорились встретиться здесь в качестве финиша гонки. Кто впервые добежит до выхода. Боря и Рома, вы проиграли. Пойду сообщу им. Ладно. Алина, ты идешь? Мне нужен отдых. Боря, Рома, уже не смешно. Выходите. Или хотя бы намекните, где вы. Ага! Вот вы и попались. Ну, держитесь. Привет, пап. Теперь и ты в ловушке. Какая ловушка? Ну-ка, вылезайте отсюда и домой. Мы не можем. Да ладно. Здесь же не так высоко. Надо просто быстро забежать и все. Сейчас все будет. Не, мы отсюда не вылезем. Почему горка сломалась? Потому что воду отключили. А обратно включат? Конечно, включат. Внимание, посетители. Аквапарк закрывается. Но только завтра. Подача воды на горке отключена. Ну, где же они? Да все с близнецами будет в порядке. Но папа уже давно ушел за ними и до сих пор не вернулся. Так с ними папа? Нам срочно надо их спасать! Эй, подождите! Надо Алинку вытащить! Мы мчимся! Алькаша, Боря, Рома! Вы где? Дорогие мои! Как хорошо, что вы здесь! А то у нас тут небольшая проблемочка. Мам, мы в трубе! Ну, так вылезайте оттуда. Мы не можем. Горка пересохла. И как же вы там оказались? Эти вот полезли кататься. А этот вот, почему за ними не следил? Ладно, признаю. Я слегка отвлекся. А теперь, пожалуйста, попросите, чтобы нам включили воду. Ладно, ждите. Наверное, нам надо за ним побежать? Нам точно надо за ним побежать. Понятно. Откройте! У нас тут дети в трубе застряли! Бесполезно. Он слишком далеко. Надо просто позвонить на номер аквапарка. Точно! Василис, у тебя же телефон с собой. Найди, пожалуйста, номер. Да, с собой. Я же говорила, что в аквапарке он просто необходим. Так, номер аквапарка набра... Разрядился. Что же делать? А еще говорила, что двух процентов хватит на все самое нужное. Да, я успела запустить фотку с серфингом. Мы застрянем здесь на всю ночь из-за горстки лайков. Ни о чем не жалею. Так, какой смысл ждать? Надо просто еще раз попробовать. Дурацкая ловушка! Ну и ладно. Я думаю, нам все-таки лучше их подождать. Ничего же страшного на самом деле не происходит. Нет, лучше все-таки их поторопить. Дорогая! Проблемочка стала проблемищей! Скорее, доставайте вас из-за сюда! Что делать, мам? Нам нужно что-то типа веревки. Пожарный шланг. Василиса, помоги. Макс, присмотри за Оленкой. Держитесь! Привяжи. Готово! Ловите! Ребята, сюда! Несмотря на все препятствия, храбрый папа преодолеет самую опасную гору в мире и спасет Вселенную! Но, кажется, пожарный шланг развязался. Идиот! Ура! Дорогая, я должен попросить прощения. Я не уследил за Борей и Ромой. Я понимаю. Ты просто хотел покататься. Да. А разве тебе не хочется? Хочется, но я смотрю, как катаются наши дети и испытываю такую же радость, как они. И, конечно, слежу, чтобы они не вытворили что-нибудь. Обещаю, что в следующий раз с них глаз не спущу. Пап, эта новая горка просто огонь! Да, пап, даже мне нравится! У-ху! У-ху! Обязательно попробую! У-ху! У-ху! Но только не сегодня. У-ху! 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 Не поверите, что только что произошло! Нашу семью выбрали для участия в игре в Гагару! У-ху! 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 Это же крутая игра с тортопулялкой! Мы в этой игре профи! А я смогу поставить нам командный танец, и его будет танцевать весь чикиграм! Я вас умоляю, эта игра — сплошная показуха. Я собираюсь доказать, что важнее всего ум и логика, а не сомнительные физические таланты. Дорогая, ты что, не рада? О, божечки! Как же мы покажем себя стране? Рома и Боря грязнули, и ты вместе с ними. Макс постоянно грызёт свои очки, а танец Василисы ещё совсем не доработан. Мамуль, не переживай, мы всё отрепетируем. Время ещё есть! Детей отмоем, меня тоже. А Максим возьмёт себя в руки. Ну, хорошо. Да! Но я с вас глаз не спущу. Вперёд на игру! Да! Добро пожаловать на самую крышесносную игру — игру в Гагару! Участникам предстоит сразиться в тортом Италии, пройти лабиринт с ловушками и преодолеть полосу препятствий, не запачкав клюв. Пришло время представить наших участников. Аркадий, как говорится, слово не воробей, а вы воробей. Ха-ха-ха! Время показать, на что способна ваша команда. Как мы учили. И левый, правый, поворот! Ну, Макс, я же предупреждал, танцевать я не умею. Ах, кажется, это провал. Вау, это было что-то. А теперь черёд семьи павлинов. Аглая — победительница Олимпиад по физике и черчению и конкурса по узорам на хвосте. Близнецы! Просто вундеркинг! Эй, а почему наши достижения не назвали? Наверное, потому что у нас их особо и нет. Арсен — чемпион по борьбе без правил и Декатлону. Вау, они, наверное, целый год репетировали. Или их физические данные изначально лучше наших. Я всегда говорил, что вечно можно смотреть только на три вещи — огонь, воду и танец павлинов. Аркаша, во что ты нас впутал? Мы точно проиграем. Эти павлины во всём лучше нас. Даже их группа поддержки намного больше и громче нашей. У нас с группой поддержки тоже всё отлично. Они просто пока сдерживаются. Время проверить навыки в тортометании. Выигрыш в раунде даст преимущество в финале. Давайте, ребята, сделайте этих пышнохвостых! И... Игра началась! Вот вам вишнёвый! А вот вам и яблочный! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Торты закончились. Объявляю техническую паузу. Боря, Рома, посмотрите на себя. Совсем перепачкались. Но ничего, сейчас я вас протру. Вот так. Вот так. И игра продолжается! Да, это сокрушительное поражение воробушков. Счёт 0-1. Ну вот, мам. Пока ты нас чистила, мы продули. Кустики, проиграли только одно испытание. Впереди лабиринт. Макс справится. Да, Макс? Второе испытание – лабиринт. Кто же пройдёт его первый? Итак, за основу возьмём алгоритм Тюка-Лема. Ставим крестики на всём пути. Двойные кресты означают, что здесь может быть ловушка. Максим! Ты опять грызёшь очки. Нельзя показывать свои вредные привычки в прямом эфире. Дома погрызёшь. Но, мам, мне так проще думать. Так. Это оглушительная победа павлинов. Счёт 0-2. Каждый воровушек знает свой шесток. А у нас рекламный блог. Милый, не морщись. Тебе без этого хохолка лучше. Просто нам нужно думать не о таких мелочах, а о победе. Рассуждая чисто логически, мы сильно отстаём и гораздо хуже подготовлены. Так что наши шансы… На нуле! Это просто позор! Нет, ну эти павлины… Вы видели, какие они опрятные и как слаженно работают? У вас есть две минуты на отдых. Ни секунды больше. Понятно? Да, мамочка. Опять вы в чём-то заляпались. Мыло! Срочно! Аглая, ты чуть не провалила лабиринт. Но, мама, я ведь выучила наизусть все ходы. И ты должна улыбаться. Что это за выражение лица? Улыбнись сейчас же. Так-то лучше. Арсен, опять у тебя перья торчат. Танец мог быть намного лучше. Ты – одно сплошное разочарование. О, привет, дорогая. У вас отличная команда. Вы такие талантливые. Ну что ж, пусть выиграет самый достойный. Какой кошмар. Эта павлиниха не позволяет своей семье и шагу ступить без своего навязчивого контроля. Она не даёт им быть собой. Нет, ну вы когда-нибудь видели таких мам? Ну, вообще-то… Кажется, видели. Это их мама почти как ты, только ещё более строгая. Это как ты из будущего. Мудрость совы, бесстрашие сойки, прозорливость орла. Это касается других птиц. А чем же знаменитый воробьи? На оке – это неизвестно. Но они стоят на километр позади от павлинов, потому что проиграли все предыдущие раунды. Эй, неудачники! Смотрите, как надо выигрывать! Давайте покажем этим павлинам, чего мы стоим. Но, мама, а вдруг мы снова заляпаемся? Вдруг у нас что-то не получится, и это пойдёт в эфир. И тогда… тогда… Ой, я что-то сегодня плохо соображаю. Дети, Аркаша, я была не права. На самом деле не важно, как вы выглядите на экране. Вы и так самые замечательные. Боря, Рома, не бойтесь запачкаться. Сынок, держи свечки. Можешь грызть, сколько хочешь. Лиса, детка, ты моя умница. Ты в день проводишь больше стримов, чем у этой передачи выпусков. И у тебя всегда всё хорошо получается. Давайте, воробьи, за дело! Придумал! Хоть мы и далеко позади, шанс у нас есть. Боря, Рома, видите ту колотушку? Вам нужно прыгнуть на неё. И она пульнёт вас далеко вперёд. Не бойтесь, вы попадёте прямо в грязевое болото. И останется только найти ключ. Так вам, павлины! Василиса, тебе надо пройти липкие кочки и открыть дверь к финишу. Хм, начинает. Но впереди самый сложный этап – смертельной платформы. Боря, Рома, вы первые. Затем папа, я, Василиса и мама. Дорогая, держись! Дорогая, держись! Бегите без меня! Вы должны выиграть! Ну уж нет! Мы тебя не бросим! Что ж, я всегда говорю – лучше павлину финиша, чем воробей… Мда. Поздравляю! Семья павлинов – чемпионы игры в Кагару! А сейчас – лучшие моменты игры по мнению зрителей. Да уж, это шоу я запомню на всю жизнь. Я рада, что мы на него сходили, хоть и не удалось выиграть. Зато у меня теперь сто новых подписчиков в Чикиграмме. О, у меня для вас еще одна новость. Нас позвали на Скворечник 2. Очная ставка с павлинами в режиме ток-шоу. Что? Боря, Рома, быстро в ванную. Макс, не грызи новые очки. Лиса, ты… Так, дети, спокойствие. Мы все можем расслабиться и просто быть собой. Нет, Макс, я серьезно. Ну, хоть протри их для начала. Да что ты делаешь? Прыгай! Сам прыгай отсюда, не мешай мне! Ааа, ты худший пират на свете! А ты, а ты, а ты вообще не пират, понял? Эй, мелкие, чего спорите? Вы оба не пираты. Вам этот уровень не пройти. А ты его прошел как будто… Естественно! Серебряная медаль! Ооо! Такая медаль есть только у десяти игроков, включая меня. А золотой нет вообще ни у кого. Ладно, пока, сухопутные. Почему он так сказал? Мы же правда сухопутные птицы. И он тоже. Он имел в виду, что мы не пираты. Ааа… Но он ошибается! Мы – пираты! И мы пройдем этот уровень! Клянусь, город Брамсель! И я клянусь! А что это? Не знаю, но звучит по-пиратски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да куда идти? Я не понимаю! Тысяча грачей! А карты тебе на что? Там есть ориентиры! Быстрее, сухопутный! За тобой погоня! Да я вообще бегать не люблю! Хм, забрать сокровище или помочь другу? Сокровище! Ладно. Наверное, иногда надо помогать друзьям. Осторожно! По мосту, через пропасть! А падать нельзя? Нет! Жаль. Кто бы нам еще помог? Пиратик Бобо! Алина, ты была нашим последним шансом! Есть еще папа! Вот я и говорю! Алина была нашим последним шансом! О! Сокровище Пеликаньего острова! Я ее когда-то всю прошел! Пиратик Бобо! Ого! А я и не знал, что тут можно так проиграть! Да просто управление непривычное! Я же на ноутбуке играл! И персонаж вроде был моложе, шустрее... И ты тоже дорогой! А на том ноутбуке сохранились результаты? А... Результаты? Ну, были какие-то медальки золотые! Золотые? Дай нам этот ноутбук, пожалуйста! Забирайте! Он ваш! Только он остался на старой работе! А мы сходим и заберем! Скажи адрес! Да я не помню уже! А как это можно не помнить? А я всю ненужную информацию из головы выбрасываю! Освобождаю место для новых идей! Хм... Да, дорогой! И информация про мытье посуды всегда оказывается лишней! А что? Я также освобождаю память телефона! Точно! У меня в телефоне есть программа, чтобы найти ноутбук! Так... Ну, вот он! Где? Где-то в этом круге! Да тут целый район! Как его искать? Ну, я еще помню, что там была вывеска про хлеб, памятник Индюку и вроде бы парк! Ориентиры! Как на пиратской карте! А сам ноутбук как выглядит? Эм... Зеленый такой и ваша фотография наклеена! Хм... Чтобы не забыть нас как адрес офиса? Рома! Ладно! Все! Поднимаем паруса! За сокровищем! Вам еще рано ездить по городу одним! А у меня дела! Давайте завтра ваши паруса поднимем! Нет! Нам надо сегодня! Василиса, съездишь с нами! Василиса его не унесет! Это модель 38Б! Он очень тяжелый из-за двойного монитора! Василиса его не унесет, потому что вообще не будет таскать всякие пыльные железки! Маааакс! Хм... Ладно! Съезжу с вами! Ха! Всегда работает! То есть спасибо, Макс! Ха! Смотри! Вон этот неудачник с серебряной медалью! Главное не рассказывать ему про ноутбук, а то... И где вы возьмете этот ноутбук? Хлеб, Индюк, Парк! Если ты такой крутой пират, попробуй найти его по этим ориентирам! Ты зачем ему все рассказал? Он теперь сам все найдет! Кто? Этот сухопутный? Он без нашей карты ни за что не справится! Эй, какаду! Свистать всех наверх! Эх! Они у нас могут? Чего? Не ясно! Это значит, собирай парней! Есть дело! Ох, как тяжело быть единственным нормальным пиратом! Так, тут есть хлеб и Индюк, но нет парка! А тут парк и Индюк! Можно подумать, памятники только Индюкам ставят! А тут парк, Индюк и хлеб! И больше ничего! Прячьтесь! Что? Покусай меня, барракуда! Они только что были тут! Ладно, сами все найдем! Они следят за нами, чтобы отнять сокровища! Ах, вот это настоящие пираты! Кстати, интересный факт! Пиратские карты, часто размывало водой. Хм, хочешь сказать, папину воспоминание тоже размыло! Только ему не говори! Но если предположить, что там был не парк, а пара деревьев, а вместо хлеба там... Пончичная. Тогда ноутбук, наверное... В этом офисе? Что ж, теперь даже ребёнок нашёл бы сокровище. Эй, малышня, на работу пришли, что ли? Нет, за ноутбуком. Отдайте его нам. Хе-хе-хе. Это что, грабёж? А вы, может, пираты? Ну, вообще-то да! Извините, адмирал нашего офиса сказал пиратов не пускать. Это действует только на маму. Ну, на меня немножко. Дело в том, что наш папа тут работал, и это его ноутбук. А, да, я помню ваши фото на чьём-то ноутбуке. А как зовут папу? А как его зовут? Его зовут папа. Аркадий Петрович его зовут. И он учёный. А, ты, значит, Макс. Он про вас рассказывал. Ладно, берите ноутбук, он на втором этаже. Но выше не ходите, там ремонт. Так, и папе привет. Да, он уже стёр вас из головы. Чего? Нет-нет, ничего. Спасибо за помощь. Иди, мужик. А вы кто такие? Мы? Воробьи? А что, не видно? Хм, хотим помочь своим братьям. Двоюродным. Донести ноутбук. А то без нас они не справятся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот он, зелёный, с нашей фотографии! Закровища пеликанного острова теперь мои! Слышь, пеликан, почему это сразу двои? Ребята, давайте не будем громко... Вот вы где, салаги! Отдавайте ноутбук! Я же предупреждал! Давай на третий этаж! Не люблю я бегать! Боря, помоги! Если запачкаемся, мама нам такую балундру строит! Попались, дохлые моллюски! Боря, бросай нас! Уноси ноутбук! Ага, тебе легко говорить! Ты умеешь перед мамой грустные глаза делать! Золотые медали теперь мои! Я же говорил, вы не пираты! Настоящий морской разбойник пожертвовал бы ради сокровища кем угодно! Это же первая часть игры! В нее уже сто лет никто не играет! Хм, ну ясно! Какие пираты, такое сокровище! До скорого, неудачники! Он прав! Мы не пираты! И мы никогда не пройдем этот уровень! Да мы его уже прошли! В смысле? Ну смотрите, по карте ориентировались, погоня была, через пропасть переходили и даже пожертвовали сокровищем, чтобы спасти друзей! Теперь мы настоящие пираты! Неа! И никакое это не сокровище! А вот и сокровище! Почему, вы думаете, я с вами поехал? Потому что вы мне милые глазки строили? Нет! Потому что этот ноутбук жутко раритетный! И я сразу это понял, когда папа про два экрана сказал! И есть радиорынок, где его можно очень дорого продать! Что вы устроили? Я же говорил, на третий этаж нельзя! Оу! Пришло время секретного оружия! Что-то ваши милые глаза совсем не работают! Надо еще потренироваться! Идите сюда, пернатые! Пожалуйста! Мы больше не будем подниматься на третий этаж! Конечно! Я вас в кофе больше не пущу! И вашего папу тоже! Рецепт! Лeptим Субтитры создавал DimaTorzok